Всем привет! Остров подошел к концу. Сделаем небольшую криткометражку. Просто посмотрим, чем же все закончилось. Но Орлеанс ПМС снова победил. Четвертая победа подряд у них, в данном случае у нас. Все свои города, естественно, оставили в боевые зоны. У нас получилось первый город это Альянс Анд, второй город Альянс МАС, третий город Альянс 001. Ну и дерево осталось у нас. Вот так распределились силы по итогу острова. Награды скоро получим. Осталось совсем немного. Осталось несколько часов до окончания. И что же в итоге? Остров закончился. Все. Если бы сейчас не начинались бы пустоши после этого острова, я думаю, что многие просто бросили бы игру, потому что это не интересно больше. Особенно этот остров был очень скучный. Все бои были какие-то договорные. Никто не хотел играть. Все просто забили болт на этом. Но нас обрадовали. Пустоши начнутся совсем скоро. В магазине наборов уже появилась такая вкладка. Открылась канон пустоши, где можно получить один бесплатный набор и два набора можно купить за бриллианты. Остальное можно купить за рубли. В принципе, очень хорошие наборы. Интересные. Особенно вот набор, который 1790 рублей стоит. 10 эссенций усовершенствования. Это очень неплохо. Так что кому интересно, заходите покупайте. Хотелось бы отдельно выразить благодарность составу Альянса и особенно самым, я заметил двух самых главных людей Альянса. И, как многие могли подумать, нет, это не Р-5. Совсем не Р-5. Мурлокотан здесь ни при чем. Здесь также ни при чем наш дипломат Курева. Он тоже. Наш строитель Светланка. Она тоже здесь ни при чем. Бог войны. Кляничка, который в топ-2 у нас по килам тоже не самый главный. Роча не самый главный. Ни им. не каждому и всем членам Альянса, которые попали в Р-5, нет. Эти люди совсем ни при чем. Не они главные лица этого острова. Посмотрим состав Р-3. И, возможно, здесь уже будут появляться эти люди, которые заслуживают самого главного в этом острове. Это полосатый Шмель. И второй игрок. Давайте дальше посмотрим. Оказывается, он, наверное, даже в Р-2. Либо я его где-то пропустил. Сейчас найдем его. Заодно посмотрим весь состав победителей. И вот он. Второй игрок. Это игрок Сол. И еще раз повторю. Полосатый Шмель и Сол. Вам отдельное спасибо. Без вас этот остров был бы намного хуже. Многие сейчас задумаются, а чем же они так выделились? Они выделились тем, что это лучшие искатели шершней на острове. Только к ним можно было обратиться в любой момент и попросить их найти шершня. И они находили 18-й шершень даже тогда, когда они еще не открылись. Я не знаю, как у них это удавалось. Ну, полосатого Шмеля, может быть, это просто по-родственному Шмеля он там находил. Но как Сол находил, непонятно. В любом случае, спасибо всем и каждому, кто принимал участие в этом острове. Весь список можно на замедленном повторе посмотреть еще раз. Вы лучшие ребята. Ну, а теперь, наверное, будем ждать пустоши. Пустоши совсем скоро. После того, как у нас закончится остров, осталось два часа, можно будет уже перелететь в другие альянсы, на другие сервера. И знаю, что многие все-таки хотят перелететь, сменить обстановку, сменить альянс. В том числе и альянс ПМС, 3076 сервер, они набирают людей. Здесь будет весело. Нужен будет боевой актив. Несколько человек мы примем. Поэтому подавайте свои заявки. И самое главное, ребят, те, кто будет подавать заявки, вы, когда заявку подаете, в комментарии опишите хотя бы в двух словах себя. Кто вы такой? Вы фермер, вы вояка, у вас много киллов. Какие-то короткие, несколькими предложениями можно рассказать все, чтобы меньше было вопросов потом. А тут так висит какой-нибудь человек, у которого 2-3 миллиарда киллов, но он играет раз в неделю, зашел, поубивал и вышел. Да так все понятно будет. А на этом, наверное, пришло время прощаться. До встречи на пустошах. Скоро увидимся. Всем пока.